Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я вам покажу, как сделать очень необычный макияж. Такой солнечный, светящийся. И на такой макияж будут обращать внимание буквально все. И немножечко о предыстории. Буду использовать продукцию компании Арифлейм. Разные тюбики. Буду все показывать, что использую. Буду рассказывать. И с чего нужно начать? Сначала нужно сделать уход за кожей лица. Обязательно сделайте маску или скраб, чтобы кожа сияла и тон лег идеально. Очень бывают такие случаи, когда вижу, что тон лежит пятнами. Я сразу понимаю, маску не делали давным-давно. Поэтому делайте тон. Тон после того, как сделаете полный уход. Следующее, что поможет тону лечь очень классно, это праймер. Я буду сегодня использовать праймер из серии Novage. Мне он нравится. Он такой прозрачный. И сразу же начну его использовать. То есть небольшое количество. Это вот такой гель прозрачный. Мы наносим на все лицо. Можно носить пальчиками, можно кистью. Так, кисть я не взяла, поэтому буду просто пальчиками. Вот так раскидываем на полицу. Что делает праймер? О, это магия макияжа. Праймер выравнивает лицо. Сужает поры. Делает лицо матовым. Пора, я сказала, сужает. Продлевает макияж. То есть макияж будет более стойкий. Хватит на весь день. Не будет так сильно в выделении идти. И что еще классно? Как по нему ложится идеально тон? Ну вот просто, вот растекается, как капля, я не знаю, там, по стеклу идеально чистому. Так, сделали. Что для меня важно в праймере? Чтобы он хорошо держал макияж и сузил поры. Потому что у меня есть в Т-зоне выраженные поры. И мне они абсолютно не нравятся. Далее. Сегодня я буду использовать тон из серии Giordani Gold. Это CC крем. Это не просто тон. Это классный тон. У него высокий SPF 35. И он классно лежит на коже. Но цвет для меня пока что темноватый немножко. Поэтому, смотрите, я беру каплю тона и делаю такую хитрость. Покажу вам один лайфхак. И беру немножечко хайлайтера. Хайлайтер из серии The One, тоже Ariflame. Это такая штука, которая делает подсветку лицу. Я делаю каплю хайлайтера и чуть больше каплю тона. Вот так вот это выглядит. Руку я использую как палитру. То есть все здесь на руке. Пальчиком я это все смешиваю. Тон становится светлее. Вот так все смешала. Беру кисть. Я обожаю тон наносить кистью. И чтобы мне кто не говорил, все-таки с кистью очень удобно делать нанесение тона. Беру зеркало к себе поближе, чтобы видеть себя лучше. И прям с палитры набираю по чуть-чуть тона. И начинаю его распределять по всему лицу. Легкими такими смахивающими движениями. Кисть прям порхает по коже, еле заметно. И за счет этого тон не виден на лице. Ой, недавно делала макияж одной девушке, которая уже в районе 50 лет. И она говорит, я тоном не пользуюсь. Я говорю, почему? Она говорит, потому что тон забивает поры. Я говорю, так, первый миф, второй. То, что его видно на лице. То есть он выглядит как маска. Мне это очень не нравится. Я поэтому тоном не пользуюсь. Девочки, ну поверьте мне, чем вам больше лет, тем более тщательно нужно делать макияж. И тон вам в помощь. Потому что тон омолаживает лицо буквально сразу лет на пять. Вот просто, посмотрите, я на одну половину лица нанесла тон. Пока тон без пудры, без румян. Сейчас вот тут нанесу тоже. И у вас есть сейчас возможность прям увидеть в реале, насколько эта половинка сразу выглядит ровной, свежей и сияющей. То есть вот я нанесла тон, его не видно на лице, просто его нет. Когда мы ей сделали уход за лицом и нанесли тон, она удивилась. Она говорит, ой, а его не видно? Я говорю, конечно, тон и не должно быть видно. И тон является защитным барьером от внешней среды. Потому что в течение дня на нас ослаждается пыль, грязь с улицы. Чем больше вы проводите время на улице, тем больше на вас все это влияет, нападает из внешней среды. А также еще высокий солнцезащитный фактор помогает нашу кожу защитить от преждевременного старения. Потому что первое место по старению, то есть по влиянию на то, чтобы кожа старилась, ученые доказали, что это фотостарение. То есть солнечные лучи, они очень-очень вредные, если от них не защититься. Так, нанесла. Легонько, тоненько смахнула все вот так вниз, чтобы не было границы. Проверяю все. И вот этой капли мне как раз хватило, это все пусто, чтобы проработать все лицо. Проверяю, смотрю, все супер. Тоненький слой, меня это вполне устраивает. Я тоже люблю макияж, чтобы был такой прозрачный, легкий. Следующий этап. Я беру кисть, такую плоскую, упругую кисточку. Она синтетическая. И беру палитру корректирующих средств. Покажу сейчас внимательно. Вот такая палитрочка. Верхняя розовенькая, она как раз мне нужна для того, чтобы перекрыть синеву. Вот эта вот синяя венка, которая проходит у меня как раз вот в этом районе между углом глаза и переносицей. Эта венка дает тень под глаз. И выглядит как будто бы у меня под глазом синяки. Вот смотрите, убираю вот этот вот источник синего света и сравнивать разницу. То есть, если здесь у меня так и остался синяк, то здесь его уже нет. Хотя я не наносила корректор под весь глаз. Поэтому смотрите, наносите именно туда, куда нужно. Не надо специально наваливать себе на лицо много-много косметики. Надо делать все аккуратненько, деликатно и очень так точечно. Вхлопывающими движениями. То есть, я даже не размазываю, а я прихлопываю корректор. Мне он очень нравится, что он такой плотный и хорошо перекрывает все недостатки. То есть, синяя мы перекрыли розовым, а бежевый цвет я перекрою. Тут у меня есть пятнышки пигментные, которые появились у меня в прошлом летом. Может быть, плохо защиту нанесла или долго была на солнце. Честно говоря, не могу сейчас вспомнить. Но осветляющими средствами я от них практически избавилась. Оставились прям маленькие следы. И их я тоже маскирую, чтобы не было видно. Кажется, все. Вот. Все, личка готова к принятию пудры. Ой, ой, ой. Первую-другую кисть. Это кисть для корректора. И есть у меня вот такая кисть для пудры и румян. Что я делаю? Пудру наношу пушистой кисточкой. Набираю пудру. И вот так вот стучу по какой-нибудь поверхности. Вот так вот аккуратненько, чтобы пудра распределилась на всю кисть. И не легла одним пятном. И аккуратненько вот на Т-зону немножко раскидываю. Много пудры не нужно. Чтобы она не лежала как маска. Она таким легким-легким облачком ложится. Далее беру корректор. Это моя любимая палитра. Здесь бронзер, корректирующий, хайлайтер, румяна. И все я сделаю из одной палеточки. Набираю вот этой кисточкой специально для коррекции лица. И немножечко вот сюда прокладываю, где у меня будет румянец сверху. И с этой стороны чуть-чуть. И немножко сверху, где у меня граница между лицом и началом роста волос. В ушке. Чтобы все это было гармонично, не выглядело как вырвано из контекста. Чтобы все перетекало. Чуть-чуть вот сюда на подбородок. Хотя у меня подбородок достаточно, ну овал лица достаточно четкий. Но все равно и капельку на кончик носа. И вот сюда на крылышки. Чуть-чуть. В принципе этого не должно быть видно, но эти легкие тени, они как раз и конструируют наше лицо, придавая ему новые очертания. Далее беру кисть, наношу румяна. Ну так же вот, даже беру чуть-чуть румяна, чуть-чуть хайлайтер, могу в бронзер немножечко влезть. То есть, да, такое хаотичное движение. И вот таким образом прикладываю, отпускаю, отпускаю, легкий намек, что у меня есть румяшка. Мне не надо, чтобы у меня была какая-то полоса румяная и так далее. Вот я приложила и придаю лицу просто свежесть. Так, и хайлайтер наношу на вот эту зону, середина лубая между бровями. Немножечко на переносицу вот сюда. Не довожу до конца, потому что нос у меня длинноватый и я его не высветляю, потому что световое все будет увеличивать. Немножко наношу хайлайтер вот на эту часть, чтобы засияла кожа. Чуть-чуть сюда. Вот так вот чуть-чуть над губой капельку. И вниз. Как вы видите, я особо не прицеливаюсь, потому что ничего такого страшного нет, если куда-то там попадет. Так, если декольте у вас, то на ключице тоже нужно наносить хайлайтер, чтобы засиялась. Так, классно. Следующий этап – делаю брови. Буду использовать специальную вот эту палетку для бровей, которая у меня немножко сломалась. Крышечка. И использую тоже специальную кисть. Вот такая кисть плоская, узкая и со скошенным кончиком. Она идеально подходит для того, чтобы прорисовать бровки. Почему здесь вот два оттенка? Один темный, другой светлый, а третий – это воск для того, чтобы закрепить брови. Я буду использовать и темные, и светлые оттенки. Я их вначале немножко смешиваю. То есть беру больше светлого, меньше темного. Потому что начало брови мне не нужно делать его нагромождением и темным пятном. То есть здесь я просто в бровках, среди волосиков прокрываю немножко цвета. И придаю очертание началу брови, чтобы оно было не слишком резким, не жестким. Мягкий переход. Так, проверяю. Форму брови можно делать, конечно, по своему желанию, как хотите. Более закругленную или квадратную. Как вам нравится, как вам идет. То есть надо смотреть по вашему лицу. Чуть-чуть выкладываю верхнюю часть. Так вот. И продолжаю спускаться на хвостик. И нижнюю часть тоже прокрываю. Этим же и укладываю сразу бровь. Такими штрихами. Так, посмотрела. Окей, беру следующую. Потому что, может быть, еще нужно будет подровнять брови. Потому что самое главное, это пройтись правильно. Форму задать в самом начале. Не нужно слишком сближать брови друг к другу. Потому что будет собирать все лицо в кучу. Да, вот важно вот это вот расстояние, чтобы между бровей равнялось расстояние вот этого глаза. Так. С бровями всегда приходится повозиться подольше, чем вообще, в принципе, со всем макияжем. Обычно брови у меня занимают больше всего времени. Но оно того стоит. В принципе, если вы выровняли тон, нанесли цвет на лицо в виде румян-хайлайтера, сделали коррекцию, сделали брови, то уже, в принципе, макияж можно считать готовым. Нанести блеск на губы. И все, вы красотка. Но если нужно еще сделать макияж полный, то, конечно, надо и тени. Может быть, стрелочки, да, чтобы проработать. Вот. Такие у меня бровки. Мне кажется, одинаково. И так как они у меня одинаковые, я беру тушь для бровей. Тушь специальный тоже Зеван. С малюсенькой кисточкой. Вот такая вот маленькая прикольная кисть. И я этой тушью прохожу еще раз, укладывая брови и прокрашивая те волосики, которые очень светлые, как под шерсток, да, под пушек такой. Тем самым делая брови гуще визуально и укладываю их на весь день. Вот так вот они. Брови в разлет. Ветреная черта. Следующее, что я делаю. Проверяю, не осыпалось ли где тени для бровей, я так смахиваю пушистой кистью. Ну, ничего не было. И начинаю заниматься глазками. Так как я буду использовать тени, то для тени рекомендую использовать праймер. Сначала, да, это такой тюбик с тонким острым кончиком, хвостиком. Я беру капельку, прямо вот на пальчик выдавливаю и аккуратно наношу на верхнее веко. Просто отбиваю. Зачем нужен праймер? Он хорошо закрепляет макияж. И тени на праймер ложатся намного лучше, чем просто на чистую кожу. Это раз. Во-вторых, макияж более стойкий. Это два. И мне нравится, как тушуются тени по праймеру. Я прям рада, что он у нас есть. Такой классный помощник. Видите, одна капелька туда, одна туда. Со спичную головку. Следом мне нужны будут кисти для нанесения теней. У меня обычно под рукой 3-4 кисти, потому что может понадобиться все, что угодно. Вот такие вот кисти пушистые, средней пушистости, остренькая, с острым краем и еще одна пушиночка. Что я делаю? Покажу вам сейчас прикольный макияж. Он, как бы его называть, тропиканка, например, да, тропиканка. Запомните. Он делается послойно и интересная техника такая вертикальная. Возьму такую плотную кисть. Подбирать можно любые 3 оттенка теней, начиная от светлого, потом потемнее и более какой-то темный. У меня есть тени, еще старинные такие в Арифлейм. Золотистые, зелененькие. И я буду использовать их таким образом. То есть вы подбираете любые 3 оттенка. Это могут быть белые, например, сиреневые, фиолетовые. Или белые, розовые, фиолетовые. Или, например, золотые, потом бежевые и темно-коричневые. То есть 3 слоя. Я буду сегодня делать зелененький такой макияж. Яркий, летний. И вот смотрите, какой подход. То есть сначала прокладываем первый внутренний уголочек. И я его делаю, смотрите, как ровно. То есть остается такая вот ровная граница. Проложила. Сразу на второй глаз делаю. Потому что кисть будет менять оттенки. И чтобы не испачкать потом второй глаз, я делаю сразу. И благодаря этому можно сравнивать и корректировать. Нанесла самый светлый такой прикольный тон. Возьмите любой золотистый оттенок. Он будет хорошо смотреться. Какой-нибудь светленький. Так. Сделала. То есть первый этап я высослила уголочки. Смахнула кисть. Можно взять другую кисточку. Можно этой же продолжать. Беру такой ярко-зеленый цвет. Ярко-ярко-зеленый. И смотрите, я его прям припечатываю на середину. Вот так вот. Вертикальная линия. И слежу за высотой. Мне не надо, чтобы залазила высоко. То есть наношу только на это подвижное веко. Вот оно двигается туда-сюда. Нанесла слой. Проверяю. Отлично. Так ярко, сочно. Сразу сделаю на второй глаз. Обратите внимание, что макияж очень быстро делается. В нем нет никаких сложностей. Просто припечатываю. Пока праймер свеженький. Еще я его только нанесла. То это все получается очень быстро и хорошо. Смахиваю этот яркий зеленый цвет. И сейчас возьму другую палетку, чтобы подобрать другой цвет. Это серия Верими. И мне нужен вот этот вот оливковый светлый цвет. Не темно-зеленый, а именно такой светлый. Потому что весь макияж в принципе в светлых тонах. Поэтому мне не нужно, чтобы был здесь какой-то резкий контраст. Добавляю на внешний угол этого оливкового цвета. Также вертикально. Единственное, что слежу за кончиком. Потому что здесь нам важно с вами, чтобы глаз не ушел вниз. Проверяю, чтобы вот этот кончик глаза был поднят наверх. Та-дам! Чуть-чуть пальчиком, если вы лезли, убираем. Так. Все. Видите, три слоя. Раз, два, три. А край, конечно, мы выкладываем по форме глаза. И тот эффект, который мы хотим произвести на людей. Да, может быть, более хулиганский такой дерзкий вверх подкидываем. Или более спокойный. Делаю то же самое на второй стороне. То же самое. Вот аккуратненько вкладываю, впечатываю. Никто за мной не гонится. Это не на спор, да, делается макияж. Так. Сравниваю. Вот тут очень важно, чтобы кончики получились, хвостики одинаковые. И зачастую тут мне приходится прибегать к этой кисточке остренькой. Чтобы доложить тене точечно, аккуратненько. Например, где линия роста ресниц добавить. Вывести кончик более аккуратно. Поэтому такая кисточка обязательно должна быть под рукой. Кстати, это кисть для корректора, но я ее использую для теней. Вот такой вот яркий-яркий макияж. Еще раз проверяю. Чтобы все было одинаково. Так, кажется, хорошо. И беру третью кисть, вот эту вот огромную, пушистую. И просто ей чистой, даже без теней. То есть на ней ничего нет. Аккуратно делаю такие вот смахи. Чтобы убрать резкие границы и переходы сделать более плавными. Раз, смахнула. С этой стороны смахнула. Оп, все, готово. Работаем теперь с нижней частью глаза. Можно использовать любой карандаш. Лучше в зеленых оттенках. А еще лучше, если такой макияж, что оливковый. Если макияж в фиолетовых тонах, то какой-нибудь фиолетовый оттенок. Либо взять серый, а сверху пройтись фиолетовыми тенями. То есть все время следите за гармонией макияжа. Чтобы он был в одной такой гамме. Подвожу оливковыми тенями. Это такой водостойкий карандаш. Тоже Арифлейм. Подвожу глаз. Аккуратненько. С этой стороны, с этой. Вот летом я в основном всегда делаю такой макияж. Потому что летом и в одежде у нас больше цветов, больше красок. И в принципе хочется яркости. Теперь теми же оливковыми тенями, которые я использовала на краешке, на внешнем уголочке глаза. Набрала чуть-чуть на эту же острую кисть. И аккуратно начинаю делать тушевку. Вот так вот. И соединяю с тенями верхними, чтобы вот здесь не было пробелов. То есть, да, закладываю сюда тень тоже. Растяжку делаю. То есть я кисть держу не вертикально, да, не перпендикулярно. А плоско растяжечка идет к низу, чтобы около начала роста ресниц было больше цвета. А сюда мы его растягиваем, и он становится практически незаметный, уходит в тень. И это делает глаз более выразительным и эффектно очерчивает его. Все, проверяю. Да, посмотрите. Растяжечку сделала. Во-первых, будет очень стойкий макияж. Он у вас вряд ли поплывет. Даже если кожа жирная, он будет держаться очень долго. Я никогда не проверяю даже макияж. Вот я утром крашусь, а вечером уже просто смываюсь. Единственное, что я делаю в течение дня, это подкрашиваю губы. А макияж всегда знаю, что он будет на месте. Потому что все праймеры, все вот эти вот растяжки, в тушевке, в карандаш, они делают свое дело и облегчают нам жизнь. Да, вот проверила. Остается только проверить, чтобы не было, как сказать, пустоты сверху. Если чувствуете, что тени немножечко растянулись и не хватает, опять сюда вот докладываем теней на внешний уголочек, чтобы здесь было самое темное место. Благодаря этому глаза раскрываются, становятся огромные такие яркие и эффектные. Я не крашу практически летом стрелки. Нет в этом необходимости. И так все очень нежное, яркое, сочное получается. Так, что хочу добавить. Светлыми тенями из палеточки, самые верхние. Я пушистой кисточкой чуть-чуть на площадь между бровью и тенями кладу самый светлый незаметный оттенок для того, чтобы просто выровнять макияж и сделать его таким классным. И еще одна фишечка, прежде чем нанести тени, тоже забыла, покажу. Беру эту же палетку с корректорами, вот эту палетку, ту же плоскую кисть и немножечко корректирую бровь. То есть вот таким образом здесь, здесь растягиваю и чуть-чуть вот тут хочется поднять. Вот так вот. Вот. То есть более делаю бровь очерченной и выразительной. То же самое с этой стороны. Потому что может быть немножечко кисточкой промазала, пошло не туда. Тени осыпались. Вот. Теперь идеальные брови мне очень нравятся. И приступаю к туши. Прежде чем нанести тушь, я нанесу базу. База из серии Giordani Gold. Мне очень нравится, какой она дает и форму, и объем. И ресницы становятся более пушистые, такие длинные. И она же их укладывает, реснички. Потому что если ресницы у вас от природы ровненькие, все лежат веером, красота неописуемая, то вам повезло. А если они разные, какие-то может быть растут в одну сторону, какие-то в другую. Мы помогаем сформировать направление роста ресниц. Иногда я делаю один слой, иногда два. Опять же, зависит от того, какой я хочу эффект добиться. То есть если мне нужны ресницы просто опахало, то я поколдую с базой. Уже заранее прям сделаю два слоя. А если мне не нужен такой эффект, то есть легкий дневной макияж, то, конечно же, можно в принципе без базы или базы всего один слой. Беру тушь с эффектом накладных ресниц. Какая бомбическая тушь, классная. У меня очень удобная кисточка, такая силиконовая. И ей начинаю делать эти самые веерные реснички. Опахало. Походу, одна ресничка хочет выпустить, а она ложится куда ей заблагорассудится. Так, один слой тоненький. На первом слое нужно сразу же заложить уже форму, какую вы хотите. Или вы хотите сделать ресницы, как они натурально растут, вот разложены эти в эту сторону, эти прямо, эти чуть-чуть в эту. А можно все ресницы собрать в одну сторону. Вот так вот. Это я уже второй слой пошла. И здесь чуть-чуть. Так, добавлю туша. Наша туша у меня свеженькая, еще не набилось много ее на кисть. И лучше добавлять каждый раз. Так, и иду еще один слой. Вот в этом макияже мне нравится, когда реснички прям все проработанные. Что-то оно так и падает. О, мне удалось ее сложить на место. Так. Сразу нижние. Немножечко выделяю. И делаю еще один слой на левом глазе. Все, макияж будет готов. Останется губы. Шикарная тушь. Лесницы с ней, конечно, можно нарисовать любые. Действительно, как нарощенные. Вот она, магия макияжа. Супер. Какую помаду под этот макияж? В принципе, макияж теплый, поэтому помаду можно выбирать ту, которая сейчас будет соответствовать месту, куда вы идете. Либо это совсем бледную, такой оттенок бежевый, еле-еле заметный. Можно взять помаду такого вот яркого цитона, плотную. Это уже более как бы такой вау макияж будет. Можно взять помаду матовую, матовую бежь тоже. Хотя глаза блестящие, матовые губы будут смотреться просто круто. А можно взять металлик. Вот такой вот. Давайте возьмем металлик. Мне нравится этот цвет. И сейчас делаем именно его. Мне потребуется карандаш. Какой-нибудь теплого оттенка. Вот. Как раз возьму теплую корицу. Это тоже карандаш серии The Van. И немножечко придам форму губам. Чуть-чуть. Просто помада очень плотная. И мне не требуется прокрашивать все губы полностью, чтобы цвет... Ой, нет, это же не металлик. У-у-у, я перепутала помады. Ну, окей, это тоже будет прикольная помада. Такая золотая бронза. Ярковатая, конечно, я хотела поспокойнее цвет. Но, тем не менее, он гармонично смотрится с макияжем в целом. И мне нравится. Надеюсь, вам тоже понравилось. И видео полезное. Все описание будет под видео. Все те продукты, которые сейчас можно приобрести в каталоге Арифлейм, мы все укажем под видео. Смотрите. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А если видео полезное, с вас лайк. Желаю вам классного лета, солнечного, теплого, позитивного. И своим макияжем радуйте себя, в первую очередь, и всех окружающих. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro. Стоп видео. Гоу-про, стоп видео.